Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вспомним о тех, кому за 40. Скорее даже за 50. Нет, за 60. Все-таки современные 50-летние часто на «ты» с компьютером и смартфоном. А вот те, кто прожили большую часть жизни при Советском Союзе, иногда побаиваются нажимать на клавиши. А зря. Это сильно упрощает жизнь. Опять же, главное начать. Первое, что нужно знать пенсионерам, это то, что есть Google или Яндекс. Тут по выбору. К сожалению, глядя на очереди в поликлинике или Сбербанке, становится очевидным, что современные российские пенсионеры не очень часто прибегают к этому простому средству. Однако, на мой взгляд, проще открыть Яндекс и ввести запрос, как оплатить квартиру через интернет, чем идти в Сбербанк и стоять там в очереди. Тоже относятся и к запросам записаться ко врачу в поликлинике. Но вообще, я заметил, что людям преклонного возраста не очень нравится компьютер. И поэтому мы обратимся к смартфону. Он всегда под рукой, а современные смартфоны притом еще и крайне дружелюбны к пользователю. Что нужно? Ну, во-первых, нужно привыкать к работе с голосовыми помощниками. Вещь очень удобная. Они не только воспринимают голосовые команды, но еще и могут поболтать. У меня стоит по умолчанию Google Assistant. Понимает, как установить будильник, находит контакты в телефоне и так далее и так далее. Словом, если привыкнуть, станет отличным и безотказным другом пожилого человека. Далее можно зайти в настройки «Специальные возможности» и посмотреть, что разработчики уже оставили в системе в помощь пожилым людям. Это скорее должны делать родственники. Тут все интуитивно. Я буду показывать на примере Android 7.1.2. Что есть у меня? Ну вот, например, контрастный текст. Или вот, увеличение жестами. Увеличивает экран при троекратном нажатии. Или вот, озвучивание при нажатии. Генератор голоса проговаривает информацию на экране, включая, например, текст SMS. Просто и гениально одновременно. Так что покопайтесь в настройках, найдете много полезного. Теперь про внешние приложения. Я не буду подробно показывать, как пользоваться каждым. Они все предельно простые и понятные. А попытаюсь охватить как можно большее количество. Первое – это Skype. Wi-Fi есть почти в каждом доме, а вот городской телефон уже далеко не в каждом. Я, например, свой отключил за ненадобностью пару лет назад. Skype позволяет сэкономить на мобильной связи, да еще и передает видеосигнал. Можно общаться с внуками на расстоянии, читать им сказки на ночь и видеть их реакцию. Потом Яндекс.Транспорт. Показывает местоположение ближайших автобусов, троллейбусов, трамваев. Помогает проложить маршрут. Когда мама увидела, что я на остановке достал телефон и сказал, что автобус подойдет через 7 минут, она сразу попросила купить ей смартфон. Неплохой способ приобщать старшее поколение к новым технологиям. Далее набор текста. Задача и для молодых не самая простая. Клавиши маленькие, пальцы большие. Под Android опять же клавиатура позволяет вводить текст с помощью гугловской сети. Под iOS не знаю, но там есть, например, приложение Dragon Dictation для подобных целей. Далее Magnifying Glass – увеличительное стекло. Можно установить любую лупу. У меня стоит лупа от UpFunGame. Я думаю, они все одинаковые. Можно включить фонарик, изменять масштаб. Собственно, предназначение понятно из названия. Это лупа, но не физическая, а цифровая. Используют камеру смартфона. Можно прочитать очень мелкий текст, но существует проблема трясущихся рук. Последнее, что бы я выделил, это приложение MediSafe Medication Reminder. Это не только удобный календарь приема лекарств, который всегда напомнит о том, какое лекарство и в какое время принимать. Это еще и подробная карта здоровья. Можно сказать, что амбулаторная карта больного только лучше. Сюда можно внести кучу показаний по состоянию здоровья, можно ввести дневник, записывать визиты ко врачу и так далее. Словом, если приложить руки, получится отличный виртуальный врач. Людям пенсионного возраста крайне полезно иметь такое приложение и попытаться в нем разобраться. Это будет очень хороший помощник. Это лишь минимальный набор того, что может пригодиться пенсионерам. А далее опять же Google вам в помощь. Запрос типа полезные приложения для пенсионеров откроют вам двери в новый дивный мир цифровых помощников. Все любите друг друга, ну и конечно же в первую очередь своих родителей. Ну может быть во вторую, после жены мужей. Ну еще дети. В общем не важно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.